Бунин Бабель, Жаботинский, Паустовский. Одесский шарм и колорит описан на страницах многих книг выдающихся писателей. Таблички с цитатами литераторов находятся уже на трех улицах Южной Пальмиры. Самое новое установлено здесь, на Софиевской, 17. Их основная задача – сохранить культурное наследие города и проложить туристический литературный маршрут по дворам, домам и легендарным улицам Одессы. Локация выбрана не случайно. Действия в одесских рассказах Исаака Бабеля проходили в этом самом доме под номером 17 на Софиевской. В рамках проекта Зеленого театра «Чтение на дом» установленная табличка «Третья по счету». Первые две можно найти на Строгановском мосту и у входа в театр. Художественный руководитель Зеленого рассказывает, проект популяризирует культурную жизнь Одессы. Помимо установки литературных знаков, проходят выставки, литературные чтения, марафоны и лекции, посвященные одесским писателям. В первую очередь это, опять же, история, в первую очередь это поиск этих самых мест, в первую очередь это возможность узнать своими, рассказать одесситам о том, в каком городе они живут. Уже в этом месяце на улице Черноморской появится новая табличка с цитаты Константина Паустовского из повести «Время больших ожиданий». Процесс изготовления знаков не так прост, как кажется на первый взгляд. Участие в его создании принимает несколько членов команды – дизайнер, художник и скульптор, который изготавливает основание. До того момента, как ее увидят одесситы и гости города, может пройти несколько месяцев. Есть люди, которые ищут сами фрагменты. Что-то ищем, что-то кто-то подсказывает, в общем, каким-то образом набираем базу локации, базу цитат. В поисках истоков литературной Одессы мы пришли, что логично. Литературный музей, где, как не здесь, знают о вкладе писателей в культуру и историю города. С прошлого года Южная Пальмира получила статус литературного города ЮНЕСКО. Однако, мало кто говорил об этом. Одесситы своей историей интересуются, рассказывают в музее. Но не так часто, как хотелось бы. В определенной степени это побуждает и нас искать какие-то новые формы работы, привлекать людей, детей. Вот мы сейчас продумываем такой проект, как лекции под открытым небом, пока такие бархатные сезоны. Хочется верить, конечно, что времена у нас станут лучшие, стабильные, спокойные. Потому что мы рады, открыты и открыты новым формам и готовы делиться. Литература и музею всегда есть что сказать. В поддержку проекта «Чтение надо» музей представит передвижную выставку, которая будет посвящена саду скульптур Литмузея. В экспозиции представлены авторы, прославлявшие Одессу, и именитые персонажи популярных рассказов. Тут не все памятники юмористические, есть какие-то более лиричные, есть очень философские, как, допустим, Константин Паустовский в образе сфинкса, запечатленные. Есть какие-то действительно смешные, как Одесса-мама, такая пышная бедрая, колоритная одесситка. Помочь проекту «Чтение надо» можно на его официальном сайте. Собранные средства пойдут на создание новых табличек и организацию мероприятий. Подобные инициативы могут стать лекарством от разрушительной силы времени. Задачей современников является не только сохранение культурного наследия города, но и создание новой истории Одессы.